Если говорить о следующем периоде, периоде с 2004 года по 2014 год, это период, когда, во-первых, период после Майдана, то есть первый Майдан, мы можем помнить, или так называемая Оранжевая революция, то есть это период, когда граждане Украины, ввиду того, что многие, по их мнению, социальные институты, которые строились в эпоху позднего Кучмы, по их мнению, перестали работать, они решили, что, в общем-то, можно менять или влиять на политику с помощью огромных массовых митингов. На тот момент, вот если говорить о нашей стране, то, а, мы вновь видели, начались дебаты вокруг Конституции и ее переписывания, потому что это была попытка перейти к парламентской республике, уменьшение власти президента. Но, как мы видим сейчас, на тот момент это казалось неуспешным проектом, потому что ситуация переигралась в 2010-х, уже в начале годов, когда, в общем-то, была возвращена старая Конституция. С другой стороны, вот если говорить о таких идеалах, именно в 10-е, в нулевые, да, начало 10-х годов, мы увидели, у нас намного в большей мере появился вот этот идеал стремления к Европейскому Союзу. Именно вот в этот период происходит замена евроинтеграции, вот как в Советском Союзе был коммунизм, который у нас произошла замена на евроинтеграцию, потому что это происходит как бы цель, глобальную цель всего. И это тоже парадокс, потому что получается, что мы же начинали с 1991-го года как бы с независимости, с того, что нужно строить собственное государство, а оказалось, что в итоге мы пришли к тому, что нужно кому-то присоединиться. Но в то же время, нулевые и начало 10-х годов для многих простых граждан был периодом повышения их социальных стандартов, это тоже нужно признать. И нужно понимать, что этот период был беспрецедентных роста в украинской экономике. Например, в 2004 году украинская экономика росла свыше 10% ВВП. То есть после этого таких цифр мы никогда не видели.